Намаскарам садхгуру. Как справиться с людьми, которые постоянно оскорбляют нас и излучают негативную энергию? Забудьте про всю эту негативную энергию. Не ввязывайтесь в эту чепуху. Люди могут быть негативно настроены. Если есть выбор, не связывайтесь с ними. Но вы женаты на этом человеке. Или может быть это ваши дети. Или кто-то еще, от кого невозможно избавиться. Если это так, тогда посмотрите, можно ли их преобразить. Если вы этого не можете, отдайте их мне. Или если ничего не помогает, то изолируйте себя от них. Вот и все. Все перепробовали? Что дальше? Никак не реагируйте на их действия. Если только они не проявляют физическую агрессию. Если они физически агрессивны, уходите. Нет смысла что-то делать. Представьте, что рядом с вами растут деревья, и там всю ночь жужжат насекомые. Но вам же не понять, о чем они жужжат. А ведь они могут проклинать вас последними словами. Вы же не понимаете их, не так ли? Сотни насекомых жужжат всю ночь. Вы не пытаетесь понять, о чем они, не так ли? Вы просто слышите их, привыкаете и игнорируете. Поступаете так же. Люди говорят много всякой ерунды. Зачем придавать значение их словам? Они просто издают звуки. Ведь так. Просто перестаньте понимать их язык на какое-то время. Это просто ла-ла-ла-ла-ла. Чье-то бормотание. Выглядит смешно и мило. Это ничего. Вы перепробовали все, но с этим человеком ничего не работает. И по социальным, экономическим и любым другим причинам вы остаетесь с ним. Если это так, то просто-напросто слушайте звуки его речи, не придавая значения словам. Многие люди все равно не знают, о чем они говорят. Разве нет? Разве не так? Если бы они знали, они бы говорили по делу. Люди несут бессмыслицу, потому что не знают, о чем говорят. Так что просто оставьте их. Лучше всего постараться изменить их. Это ваш долг перед окружающими. Если не можете, попробуйте передать их мне. Если не можете и не хотите быть с ними, оставьте их. Если и этого не можете, просто относитесь к ним, как к насекомым. С состраданием. Не придавая большого значения тому, что они говорят. Или не придавая вообще никакого значения. Вот и все. Если они захотят вас укусить, вы знаете, что делать, не так ли? Насекомое жужжит на дереве. Все нормально. Но если оно прилетит и ужалит вас в лицо, вы знаете, что делать, не так ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова